2 августа в России отмечался День ВДВ. Районное оперативное совещание началось с поздравлений своих десантников, руководителя администрации Фрянова Олега Болотина и главы сельского поселения Медвежье-Озерское Владимира Канахина. Никто, кроме нас, мы искренне поздравляем с этим праздником, желаем вам здоровья, успехов, все жизненных благ, оставайтесь такими, как вы есть, верными и преданными своему народу и своему государству. Спасибо вам. Из других тем. В администрацию обратились жители, недовольные неприятным запахом сочистных сооружений. Как пояснил глава района Алексей Валов, проблема вызвана заполнением водой иловых полей, на которых десятилетиями накапливался иловый осадок. Долгое время, когда работал экоэросталкер, они просто экономили на вывозе иловых осадков и все это сбрасывали в поля. Чтобы полностью вывести иловый осадок с территории предприятия, а это 500 тысяч кубометров, нужно, по словам главы, порядка миллиарда рублей. Таких денег в бюджете нет. Специалисты купируют запах с помощью дренажа. В остальном, работа очистных сооружений тревоги не вызывает. В будущем году должна начаться комплексная реконструкция очистных сооружений, что кардинально решит возникающие проблемы в их работе. В этом году будут отпроектированы все работы по реконструкциям сооружений и в течение трех-четырех лет последующих будет проведена масштабная их модернизация и реконструкция. На совещании также проверили исполнение ранее данных поручений и проанализировали показатели рейтинга 50 эффективности муниципалитетов, по которым району надо улучшать позиции. В частности, речь шла о привлечении инвестиционных проектов, реализации программы «Светлый город», переселении извариного жилья, оснащении видеонаблюдением благоустраиваемых дворовых территорий, решении проблемы обманутых дольщиков, повышении культуры сбора отходов. Сегодня уже 24 площадки в Щелкове и две в Монине оборудованы контейнерами для раздельного сбора мусора. Работа по переоснащению площадок продолжается. Провели переговоры с мусорной компанией. У нас в детских, дошкольных и школах появятся тоже мусорные площадки с раздельным сбором мусора. Алексей Валов поручил еженедельно представлять на районных совещаниях динамику изменения показателей рейтинга 50. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».